Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня видео о моих новинках парфюмерии, как вы уже поняли из названия. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И первый аромат, который я заказала, кстати, эти два парфюма я заказала с сайта Духи РФ. Я там уже делала заказ. И я могу сказать, что по мне так это оригинальная парфюмерия. То есть я сравнивала с тем, что продается в магазинах, в том же Ревгоше, в том же Ритуале. И мне кажется, что все-таки парфюмерия действительно оригинальная. Я не нашла вообще никаких различий. И все ссылки, естественно, на те парфюмы, которые заказала я, я оставлю вам внизу в инфоблокте. Так что проходите, обязательно смотрите. Ну и давайте начнем с первого аромата, которым я, когда его попробовала, я просто о нем стала мечтать. Живаншин. Многие уже, наверное, видели этот аромат. Новиночка. А попробовала я его вот в таком маленьком пробничке. Мне его дали в Ревгоше за покупку. Это была новинка. Вы знаете, я его, когда попробовала, мне он безумно понравился. Понравился настолько, что я просто, вот не знаю, просто мечтала о нем. На самом деле, для меня это не совсем мой аромат, да. Я больше люблю такие сладенькие ароматы. А это относится к группе цветочных ароматов. Но вы знаете, он настолько приятный. Он не горчит, я не знаю, не уходит в какую-то пудровость. Это действительно реально лепестки цветов. Такие нежные. Вот бутончик цветка только-только-только раскрылся. И вот этот вот нежный аромат очень приятный, ненавязчивый. Он буквально вот, я не знаю насчет шлейфа, мне кажется, все-таки он есть. Потому что на мне его заметили. Но он такой прямо нежный. Вот это просто аромат нежности. Немножечко все-таки есть сладость, небольшая. Лично для меня. Вот я ее, например, чувствую. На самом деле, пирамида у него не сложная у этого аромата. Оно это и чувствуется, потому что для меня это просто лепестки, я не знаю, какого-то сладкого цветочка. Здесь верхние ноты пион роза, ноты сердца какао, базовые ноты мускус. Ну вот мне кажется, какао, может быть, и дает такую небольшую сладость этому аромату. Но вот на протяжении всего времени, пока я его чувствую на себе, а это где-то примерно, ну, я не знаю, часов пять точно я его ощущаю. Но я, вы знаете, тот человек, который просто обливается парфюмом, поэтому, может быть, он на мне так долго и держится. И я почему-то не ощущаю мускуса и какао. Я ощущаю просто такую небольшую сладость. И вот эти вот лепестки, вот просто свежий, свежий бутончик, который еще находится на кусте. Я не знаю, пион это, не пион. Вот я могу сказать, что у меня в саду растет роза, которая имеет сладковатый аромат персика, да. Возможно, это какой-то сорт действительно пиона, который имеет сладковатый такой аромат. И, ну, это просто на самом деле для меня это потрясающий аромат, который вот на жаркую погоду, на, не знаю, какой-то вот, когда вы одеваете какое-то легкое летящее платье, я не знаю, вот. И он просто вот потрясающе раскрывается в этот момент. И от вас такой, вот просто такая нежность и все. Не сексуальность, не что-то еще, именно нежность. Я очень рекомендую всем хотя бы просто попробовать этот аромат, особенно тем, кто любит сладкие ароматы. Но летом в жару некоторые сладкие ароматы, ну, все-таки имеют свойство поддушивать. Этот вас не задушит вообще. Он настолько нежный, чуть-чуть сладковатый, просто потрясающий аромат. Я его заказала и осталась очень сильно довольна. Кстати, это у меня тестер. И второй аромат тоже тестер. Здесь 75 миллилитров, и это туалетная вода. Чем на этом сайте отличаются тестеры от обычных, обычного парфюма? Я, во-первых, вам покажу, как все было запаковано и в каких коробках пришли. И на некоторых тестерах просто не бывает вот этой крышечки. Эти два тестера у меня пришли именно с крышкой. То есть сама бутылочка от обычного парфюма, который вы покупаете, то есть не от тестера, не отличается вообще ничем. Аромат не отличается ничем. Я специально здесь даже, здесь у меня оставалось, и я нанесла на одну руку и на вторую. Ну вот просто стопроцентное совпадение. Так что не бойтесь, я уже проверила. Причем я заказывала, да, вот это третий мой заказ с этого сайта. У меня был еще купончик на 10% в скидку. Поэтому я поняла, что я не смогу жить без этого аромата. И, конечно же, заказала. И следующий аромат, который я себе заказала, это Бритни Спирс. И называется он, если я не ошибаюсь, Sunset Fantasy. Вот Бритни Спирс. Немножко флакончик такой, видите, поцарапанный, покоцанный. И вот здесь, вот с этой стороны, вот наклеена бумажка. Да, так на ней не видно, на которой написано тоже, что это тестер. Вы знаете, я никогда не тестила ароматы от Бритни Спирс. Не знаю, почему. Я вообще, кстати, не нашла их в магазине Ривгош. Но я очень много смотрела обзоров девочек, у которых есть этот аромат. Не только этот, но и вообще любой аромат от Бритни Спирс. И все очень сильно его хвалят. И в основном девочки, которые, вот как я, любят, знаете, такие сладкие ароматы, фруктовые ароматы, не знаю, там персика какого-то, там и что-то такое. И всем очень нравятся ароматы. И я выбирала на сайте просто по описанию. Я не знаю, просто открыла несколько ароматов, посмотрела. И мой выбор пал именно вот на этот аромат. Значит, это группа цветочно-сладких ароматов. Я вам немножко зачитаю пирамидку. Верхние ноты грейпфрукт, итальянский мандарин, яблоко, ноты сердца, персик, апельсиновый цвет, малиновый лист. Базовые ноты австралийский сандал, амбра, ваниль, молочный мускус. Я могу сказать, что аромат Бритни Спирс, я не знаю, может быть, это изъезженные ароматы. Может быть, многим уже надоели. Мне абсолютно на самом деле все равно. Я впервые познакомилась с ними. И могу сказать, что я вообще очень сильно удивлена. Потому что цена не только на этом сайте, но и вообще на других, я смотрела, достаточно низкая на эти ароматы. Стойкость великолепная. Он на мне держится даже намного дольше, чем вот этот же Ванши. И, то есть, практически с утра до вечера я его очень мало обновляю. И при этом я им чаще всего пользуюсь. Потому что, ну, это просто такая вот... Я вот, например, грейпфрукты здесь совсем не чувствую. Ваниль я ощущаю. Амбру. Что-то такое сладкое. Тоже какие-то сладкие фрукты для меня. При этом тоже сладкие цветы, знаете, такие, которые уже вот прямо буйно-буйно цветут с пыльцой. Но он просто... Это на самом деле просто потрясающий аромат. Мне кажется, это подойдет многим девушкам, женщинам. Мне кажется, вообще без ограничения по возрасту. И где-то я читала, что многие считают, что ароматы Бритни Спирс это такие, ну, там, для девушек 18 лет и меньше. Но мне кажется, нет. Просто он такой сладкий, но при этом не приторно-сладкий. Он как будто бы такой вот... Не то чтобы даже компот. А вот мне кажется, за счет Амбры он играет очень-очень интересно. Очень даже благородно. Но я им пользуюсь, когда в Питере становится пасмурно, ветрено. Вот сейчас у нас за окном 13 градусов. И в такую погоду он вообще невероятен. Просто невероятен. Он дает при этом какую-то теплоту, при этом ненавязчивость. Я очень рекомендую попробовать, потестить. Если у вас есть где-то в продаже, обязательно обратите внимание. Тем более цена по сравнению с другими парфюмами, кстати, достаточно приемлемая. У меня это тоже тестер 100 миллилитров. И, как вы видите, этот тестер тоже пришел мне с крышечкой. И флакончик ничем не отличается от оригинального. Я не знаю, по аромату отличается или нет. Ну, я думаю, что это оригинал все-таки. Потому что очень качественно все сделано. Очень хорошая стойкость. Очень благородный аромат. Я вот прямо даже не сомневаюсь. Несмотря на то, что я купила этот аромат без затеста. И теперь я хочу попробовать какие-то другие ароматы от Britney Spears. Потому что они, знаете, такие вот... Ну, это вот прямо мои ароматы. Сладкий, обволакивающий такой. Даже, мне кажется, немножко сексуальный аромат. И он, ну, просто потрясающий. Я его тоже очень сильно рекомендую. Для тех, кто любит сладкие ароматы. Такие сладкие, девчачьи. И не важно, сколько вам лет. Все равно это такой аромат молодой душой девушки. Которая вот такая активная. Не знаю, сексуальная. Ну, в общем, просто он потрясающий. Я его очень рекомендую. И также в подарок от этого сайта. Мне положили вот такой аромат от Burberry. И это Bride. Я так понимаю, что называется аромат Bride. Но я вам поближе покажу. Вы сами прочитайте. Потому что мне очень сильно не хочется коверкать язык. На самом деле, я очень люблю пробнички. Потому что, как вы поняли, именно Givenchy я купила себе по пробнику. Но я могу сказать, что конкретно этот аромат, это немножко не мой аромат. Вы знаете, почему-то мне представляется этот аромат на такой девушке в косухе. Я не знаю, почему-то именно курящей девушке. Хотя вроде бы вот так подносишь и не ощущается аромат. Знаете, вот именно такой табак. Не ощущается здесь. Но вот почему-то для меня представляется такой, не знаю, рокерши какой-то. Да, такой девушки. Но под конец, когда он уже подвыветривается, он почему-то отдает мне мылом. Именно таким туалетным, знаете, туалетным мылом, душистым, таким душистой мыльной пеной. Я его приобретать точно не буду. Хотя некоторые ароматы от этой марки мне очень сильно нравятся. Но вот этот вот как-то почему-то, не знаю, не зашел у меня. И, ну, его точно нет. Но хотя при этом аромат достаточно интересный. Он хорошо раскрывается, достаточно долго держится. И для любителей таких, знаете, не сладких ароматов, мне кажется, можно к нему присмотреться. Вот в такой коробке приходят духи. Каждая коробочка запакована в такую штучку. Ну, как это, с пупырышками, да? У меня было две. И вот покажу, в каких коробках приходят пробники. Почему-то, правда, здесь была написана Элизабетта Орден, Бритни Спирс. Не знаю, почему так. Это вот коробка от тестера Бритни Спирс. То есть вот она просто, видите, идет такая, на которой написано. Тестер не для продажи. Но они их продают. Тут еще что-то подписано. И вот от Givenchy. Вот тоже идет такая коробочка. 75 миллилитров тоже. Но здесь нигде не указано, кстати, что это тестер. Ну и вот в подарочек положили мне вот от Берберы. Такую бумажечку. И вот сам пробничек. Но все равно, знаете, всегда приятно, когда дают пробнички. Я, как вы поняли, уже иногда по пробникам, кстати, и покупаю парфюмерию себе. Вот и все мои парфюмерные покупки. Как вы поняли уже, я очень люблю такие сладкие, пленящие ароматы. Поэтому мой фаворит сейчас Бритни Спирс. Я даже оставила свою императрицу, которая у меня осталась совсем-совсем чуть-чуть. Как я уже сказала, все ссылки я оставлю в инфобоксе. Обязательно заходите, посмотрите. И могу сказать, что именно с этого сайта реально приходит оригинальная парфюмерия. Я заказывала также и мужу там. И могу вот вам на 100% сказать, что там оригинальная парфюмерия. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok